Здравствуйте, Валерий Константинович! Как Вы добиваетесь сходов из косточек слив в Китае? Уже пробовал много вариантов, сажал под зиму. Ноль сходов. Ни первую, ни вторую весну. Проводил стратификацию примерно за пять месяцев. Весной ноль сходов. На вторую весну ноль сходов. Косточки беру перезревших слив. С земли. Это как стать, как я. В прошлом году посадил часть сразу после сбора, в сентябре. Часть заложил на стратификацию. Будут лежать в углажном песке. Посмотрю результат. Нет проблем с абрикосами, грушами, яблонями. Сливы никак не сходят. Сливы вообще не говорю, что это легко. Легко сходят яблони, груши. Бывает одна беда рана. Сливы абрикосы. Они родственники, и у них единственное, что абрикосы торопите. Им два месяца, и они уже прямо в холодильнике начинают ростки выпускать или в погребе. А сливы чуть подольше. Я вначале вот что скажу. Почему у нас, я не смогу ответить на вопрос, угадать причину. Смотрите. Я даже, как и вы, с перезревших собрал, потом их девочки у меня отковыряли, когда-то сам сидел, помыли, высушили. И они с этого момента, получается, в сентября, так примерно говорю, плюс-минус, они у меня уже, я их тепле не держу практически. Они у меня в холодильнике. А холодильников когда-то не было, вы же понимаете, да? И сроки вот этих, мне даже ссылаются, а вот ваши друзья там другие сроки называют. А вот в интернете другие сроки. Я говорю, что я могу сделать? Тогда, когда-то начиналось все это, зародилось садовоство. Какие-то в холодильнике. В погребе зимой бывает тепло довольно. И осенью тепло у меня, вот я как-то смотрел, сентябрь, а у меня плюс пятнадцать. Казалось бы, ну как тут сохранив? Какая стратификация? Вот. А холодильник есть в холодильнике. Значит, Сергей в погребе. Вы видели много разных фотографий, видели, как они дружно после стратификации сходят. Тут все идет без обмана. Ну а я для вас держу в холодильнике. У меня головная боль, что в Эстонии начинаются в холодильнике где-то в мае, некоторые в апреле уже просыпаться. Вот. Но, уточняю, раз я сразу и холод, то получается, пусть в сухом виде, но какая-то сертификация проходит. Для них наступила чуть ли не зима. А вот потом в январе, я сибиряк, в январе на три месяца, примерно на три месяца сливы и на два месяца абрикосы. Ну, угадываю. Многие говорят, да, всходят. Много всходят. Некоторые сто процентов. Ну, несколько человек говорят, не одной. И тут начинаются проблемы. Надо угадать. Значит, когда они всходят или сгнило, то есть сильно сырой песок сделали. Некоторые в обху, некоторые в разных этих специальных этих самых. Вот. Мы это проходили. Показывал фотографии. Все. Вот чаще не всходят, потому что не хватило влаги. Влага должна пропитать косточку, семечку так, именно пропитать, что она возьмет и разорвется, оболочек разорвет. Чуть-то не как лимонка, как боевой заряд. Вот, видели, часто с коробки далеко лежат. Никто не снял толком. Я просил, но это надо специально энтузиастов, фанатиков. В момент разламывания косточки захватить не получается. Не было таких попыток. А были или неудачные. В общем, так получается. Значит, второй вопрос. Мне эти говорят, а почему все пишут, что прежде чем на сертификацию, кто-то пишет на два-три дня, кто-то на три дня, кто-то еще несколько раз менять воду, а вы этого не делаете. Ну, я не делаю, потому что, во-первых, я этого не знал раньше, что так надо делать. Ну, не знал. У меня начало получаться. Видели фотографии с дружными всходами. И так каждую весну. Тогда решил не рисковать. Почему? Не говорю, что так нельзя делать. Что-то у меня тычут. Вот ваши же друзья. Просто сдвинутся сроки, возможно. Поэтому я решил не рисковать. И моя технология. Вот кто-то заказывает косточки семечки. Там 10 фильмов. Там посадка. Мы с Антоном Валерьевичем Сафроном сделали фильмы. И посадка, и все, и телемосты, и все. Другое дело смотреть не хотят. А потом говорят. Ну, тогда я коротко по телефону рассказываю. То же самое. В общем, понятно. А ответить, почему сливы бы... Посмотрите еще раз мои эти ролики. Тогда наверняка у вас сливы зайдут. Потому что у меня никогда проблем не было. Что-то тут не то. 90 процентов, что влаги не хватило. 10 процентов, что наоборот. Много влаги сгнило. Все-таки у вас сроки приличные. Мне очень сложно догадаться.